МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представьте, что товар с китайских интернет-магазинов вывален в кучу, в большую, огромную кучу, где мы еще подмешаем товар местных поставщиков. Задача Лоббиты – это оцифровать все эти товары, разобрать эту кучу и разложить по полочкам. Когда клиент заказывает, мы можем этот товар найти, доставить. Потенциал развития сервиса очень велик. Только на алматинской барахолке работает несколько десятков тысяч продавцов. Товар, который они предлагают, пересекается с предложениями от китайских интернет-магазинов. С той лишь разницей, что казахстанские изделия можно доставить в десятки раз быстрее. Осталось лишь перевести их в цифровой формат. Первым делом фотографы приходят и делают оригинальные фотографии, обрабатывают их, затем же контентные менеджеры выкладывают их на сайт, составляют оригинальное описание, то есть грамотное описание, затем же актуализируются цены и наличие. Сегодня стартаперы налаживают бизнес-процессы своей платформы, тестируют взаимодействие с поставщиками, отрабатывают логистику и анализируют продажи. Уже удалось выяснить, что средний чек на портале составляет 5000 тенге. Получается, что цены такие же, как и на рынке. Разница лишь в том, что пользователю не нужно никуда ездить. Мы уже сейчас зарабатываем на доставке вместе с Каспочтой и будем зарабатывать на комиссии. То есть мы не будем накручивать свою маржу, будем работать по розничным ценам наших партнеров. Это классическая схема маркетплейса, где заработок идет чисто от продажи. Мы будем получать деньги за реализованный товар, получать деньги за результат. Перед этим порталом сегодня стоят большие задачи с точки зрения масштабирования. Речь идет об обработке больших объемов информации, где счет оцифровки идет на 1000 единиц товаров в день. У нас сейчас на данный момент около 30 тысяч видов товара на сайте. Это можно найти от зубочистки до промышленного оборудования. Что хотелось сказать по бизнес-партнерам, их около 120 человек. Это ИП, МТО и сами хозяева бутиков. За три года оцифровки алматинской барахолки предприниматели провели большую аналитическую работу, которая позволяет выйти на следующий этап развития. Однако этот этап требует значительных финансовых и интеллектуальных ресурсов. Сложности нисколько не пугают основателей платформы, а наоборот вдохновляют на достижение новых целей. Китайский производитель электрокаров Люсид Моторс получит 1 миллиард долларов США от Саудовского фонда. Стороны уже подписали договор о намерениях, в котором отражены основные условия потенциальной сделки, формируемые по результатам переговоров. Предварительные договоренности предусматривают разделение общей суммы финансовых вложений на несколько траншей. Данные инвестиции крайне необходимы Люсид Моторс, поскольку стартап неоднократно на протяжении года пытался привлечь финансирование для запуска производства автомобилей. PepsiCo покупает создателя сифонов для изготовления газировки SodaStream за 3 миллиарда 200 миллионов долларов США. Этот стартап уже завоевал рынки Европы и Азии. Благодаря сделке потребителям будут предложены индивидуальные решения для производства напитков на дому. По всему миру. PepsiCo заплатит за каждую акцию SodaStream по 144 доллара, что на 32% превышает среднюю стоимость бумаг за последние 30 торговых сессий. Сделку планирует завершить до января 2019 года. По данным аналитической компании SuperData, рынок технологий виртуальной реальности один из самых быстро растущих в мире. К 2020 году он увеличится в 20 раз и достигнет 37 миллиардов долларов США. В Казахстане игроков на этом рынке немного, но все же можно сказать, что экосистема формируется. Один из самых заметных отечественных проектов в этом направлении – платформа Univet. это шаблонное приложение, которое позволяет делать мобильные десктопные приложения виртуальной реальности в формате 360 для различных нужд, которые могут возникнуть в крупной компании. Это и обучающий формат, и формат прохождения и тестирования техники безопасности и каких-то производственных процессов. С помощью этой платформы уже реализовано несколько крупных проектов в таких направлениях, как техника безопасности, производственные процессы и обучение. И с каждым годом заказов становится все больше, поскольку такие решения позволяют компаниям существенно снизить расходы. Наверное, поэтому сферу виртуальной реальности сегодня называют еще «золотым тельцом» для бизнеса. Потребность в такого рода приложениях виртуальных растет, поскольку они помогают компании делать кост-редакшн и реально уменьшать расходы на обучение сотрудников, особенно когда обучение идет в формате за границей, ну, как у многих нефтяных компаний, как у авиакомпаний. Монетизация проекта очень простая. Клиенты заказывают приложение, а в этой компании его разрабатывают. Но в дальнейшем здесь надеются, что платформа будет продаваться онлайн. Такого результата можно будет добиться за счет внедрения готовых шаблонов, которые резко снизят затраты разработчиков на создание собственных приложений. Инвестиции дополнительные сейчас вообще этой области, этой отрасли не помешали бы у нас в Казахстане, да я думаю, и во всем мире, наверное. Потому что проекты очень трудоемкие, а экспертно-емкие, капитало-емкие. Сегодня стартаперы расширяют ассортимент IT-решений и работают над универсальными продуктами, в их числе модуль для телекоммуникационных компаний, который объяснит устройство различных технических новинок, а также поможет освоить их ремонт и обслуживание. Мы планируем добавить больше метрик, больше прогресса, и также есть мысли о создании какого-то универсального конструктора, который позволит ускорить и больше поставить на поток разработку следующих модулей. То есть в нем разработчики смогут уже создавать, может быть, какие-то модули даже без Unity или без Unreal Engine, а напрямую, то есть комбинировать уже готовый функционал. В компании признаются, что рассматривают варианты расширения своего бизнеса на внешней рынке. Опыт показывает, что такие проекты довольно успешно масштабируются. Возможно, первый шаг будет сделан в сторону России, ну а дальше в Европу и США, где виртуальная реальность сейчас в цене. Медед Рахимбаев – советник по стратегическому развитию инновационной платформы, в основе работы которой методология по управлению талантами. Сервис обладает эффектом мультипликатора. Он умножает результаты, достигнутые рекламой, маркетингом и продажами. В основе этого мультипликативного эффекта позитивное отношение к компании, которое создается у клиентов благодаря качественному личному обслуживанию и мотивирует их рекомендовать компанию другим людям. Джон Шоул – первоклассный сервис. Мне посчастливилось побывать на семинаре Джона Шоула, который проходил здесь, в Алматы. И некоторые компании пользуются его услугами и находятся в процессе внедрения его методологии. И то, что я услышал на этом семинаре, для меня оказалось очень созвучным и полезным. Казахстанский бизнес, особенно средний и крупный, он достиг уже достаточно высоких компетенций в области финансов, логистики, выстраивания бизнес-процессов. И, на мой взгляд, одна из немногих точек роста, которые остались у него – это качественный сервис, который обеспечивается мотивированными и вовлеченными сотрудниками. Как сделать так, чтобы люди относились к бизнесу компании к своему личному, собственному делу. И автор утверждает, что для этого нужно быть людьми честными, открытыми, нужно внедрять прозрачную, понятную систему принятия решений, продвижения людей и так далее. В этом случае сотрудники компании начинают давать отдачу. Если же вы поступаете с людьми нечестно, неправильно, несправедливо, то в этом случае вы получаете слабо мотивированный и нелояльный персонал, который, по моему мнению, является самым главным врагом любой компании. Главным и практически единственным критерием успешности сервисной стратегии является приверженность руководства. Успешные компании в области сервиса обладают одним очень важным свойством. Их топ-менеджмент понимает, насколько это важно, и он понимает, как с этим работать. Я думаю, что хороший сервис – это ваш спасательный круг в бурном море современного бизнеса. Все, что связано с автомобилями – это большой рынок. Поскольку поддерживать в исправном состоянии, ремонтировать и обновлять своего железного коня стоит денег и немалых. Поэтому неудивителен интерес стартаперов к авторынку, особенно в Казахстане, где автоматизация только-только начинает набирать обороты. Один из новых амбициозных проектов в этой сфере называется «Аспер». Это быстрый и удобный поиск автозапчастей и автоуслуг, таких как СТО, автомойки, вызов эвакуатора, вызов мобильных шиномонтажей. На данный момент у нас 300 партнеров в четырех городах – это Астана, Алмата, Шинкент и Караганда. И 3000 пользователей. Сервис запустили в январе 2018 года. И пока рано говорить о том, что он успешен. Однако его основатели признают, что воодушевлены положительными отзывами пользователей. И это большой стимул для дальнейшего развития. Мне нужно было заменить боковые зеркала, так как они были разбиты. И заявку приняли, и цена тоже такая была адекватная. То, что сейчас, если смотреть, изучая рынок, на очень дорогие машины, цены, можно сказать, что очень завышенные. Как работает приложение? В отличие от конкурентов, где зачастую происходит отправка заявки, после чего пользователь ждет отклик, это платформа Marketplace, где ответом на запрос является мгновенно выводимый список предложений от партнеров. Такой подход существенно облегчает поиск наиболее удобного предложения с точки зрения локации и цены. Поступают к нам заявки. Мы видим, какие услуги хотя бы получить клиент. Наши менеджеры связываются с клиентом, приглашают на наш сервис. Мы встречаем и обговариваем уже те моменты, которые его интересуют. Это сроки, качество и цена обслуживания. В стартапе на идее Marketplace не останавливаются и хотят разработать такую систему, которая будет вести всю хронологию поломок машины. То есть пользователь будет видеть все проблемы своего авто, которые он решил через приложение. Кроме того, система будет напоминать, какую запчасть нужно своевременно поменять, а также когда наступит время замены масла. В итоге получится что-то вроде электронной технической книги автомобиля. По данным исследований компании Mercury Properties в Казахстане, оборот продаж автозапчастей и СТО составляет 1,5 миллиарда долларов в США. И на данный момент в Казахстане, на 2017 год в Казахстане зарегистрировано около 4 миллиона автомашин. И мы считаем, что каждый автовладелец наш потенциальный клиент. Сегодня в проект уже вложено более 60 миллионов тенге. И в стартапе понимают, что для взрывного роста нужно привлечь инвестиции. По оценке основателей требуется около 125 миллионов тенге. И если все сложится так, как они задумали, автолюбители навсегда забудут об архаике, то есть о бумажных технических книгах. На базе международного технопарка IT-стартапов «Астана Хаб» запустился второй поток программы акселерации «Гэрэш». 14 команд прошли отборы, стали участниками интенсивной системы развития проектов. Стартаперы получат бесплатное рабочее пространство на территории «Экспо», где им помогут настроить бизнес-процессы и получить долгожданные инвестиции. В списке прошедших к участию 11 стартапов из Казахстана, остальные команды из Таджикистана, Узбекистана и России. КАСЦИНК инвестирует в дорожную карту цифровизации 112 миллиардов тенге. Эти средства будут направлены на обновление технологической базы семи проектов, в их числе ПЕТРАМ, автоматизированная система управления персоналом и оборудованием на Малеевском руднике. Кроме того, до конца 2018 года Холдинг планирует завершить реализацию проекта «Новый металлургический баланс». Он предусматривает создание единой информационной базы производственных данных и цифровизацию основных процессов, таких как распределение товарных потоков и металлов в них на разных стадиях металлургического процесса. десятилетия